Следующее, о чем бы я хотел поговорить, о зарядках. Какие бывают зарядки и как они в целом работают. Есть люди, которые считают, можно взять любую зарядку и заряжать ее любые аккумуляторы. К сожалению, это не так. В нашем случае у нас есть много типов аккумуляторов, и зарядка, если вы берете одну, она должна быть неплохая, чтобы она покрывала все типы зарядок и не могла загореться сама. По большому счету в настоящее время продаются два типа зарядок. Это более устаревший формат вот такого формата и более современные зарядки вот такого. Эти зарядки в принципе по управлению своему очень похожи, но отличаются в основном тем, что здесь используются обычные еще такие здоровые компоненты, большие резисторы, большие транзисторы, через них проходит большой ток, это все нужно охлаждать. Большое падение напряжения, это все очень греется, приходится ставить большие кулера здесь, это все сильно охлаждать и так далее. В целом, смотрите, вот эти зарядки приблизительно на одну и ту же мощность. Здесь, конечно, два порта, то есть мы делим зарядку напополам, но в целом вот эта зарядка приблизительно в 4 или в 3 раза меньше, чем вот эта вот половинка этой зарядки, потому что, ну, они-то реально зеркально сделаны просто две стороны. Новые зарядки используют SMD-компоненты, все гораздо мельче, гораздо меньше там идет потерь. Кроме того, насколько я правильно понимаю, здесь использовалось еще линейное преобразование напряжения, в то время как здесь практически этого не используется, и уже напрямую идет работа с импульсными стабилизаторами, которые гораздо эффективнее и не тратят энергию в воздух. Стоит заметить, что вот эти вот зарядки выдают просто бешеные мощности, есть такие зарядки по 1000 Вт, по 500 Вт и так далее. Питаются они не от сети, если есть вот такие зарядки, которые питаются от сети, эти питаются уже от стабилизированного напряжения, либо 12 Вт, либо в данном случае здесь, по-моему, можно любое. Поэтому к таким зарядкам вам по-любому нужно будет еще и блок питания, а если у вас блок питания встроен в зарядку, то как бы вам уже не нужен блок питания, но тогда зарядка становится тяжелее, и, например, в поле, чтобы заряжать, вам либо нужно будет делать переходник, либо вот если зарядка поддерживает оба входа и от сети 220 и от 12 Вольт, то вам придется таскать блок зарядки, который встроен внутри зарядки внутри, с собой в рюкзаке или еще где-то, то есть дополнительный въезд. Я считаю, вот такие современные зарядки, которые маленькие, но дают огромную мощность, это то, что нужно, в принципе, для похода, и также можно ими дома заряжать. Вообще, что должна уметь зарядка? Давайте посмотрим. Вот на этой зарядке это максимально видно хорошо, потому что у нее все иконки отдельно. Зарядка должна уметь заряжать обычный литий-полимерный аккумулятор. Это стандартный аккумулятор, которому все используют. Также для тех, кто использует литий-железо-фосфатный аккумулятор в пультах или где-то еще, очень рекомендую, чтобы зарядка поддерживала литий-фером аккумулятор. Никель, металл-гидрид, очень нужная вещь, когда вы, например, хотите зарядить, например, сдохший, слегка подсдохший аккумулятор, и зарядка не хочет его больше запускать, потому что у него слишком низкое напряжение. В последнее время стали распространены литий-ионные аккумуляторы, и если вы любитель экспериментов, есть такие варианты, как литий-хай-вольтач. Если вы интересуетесь литий-хай-вольтач, аккумуляторами с чуть повышенным напряжением на банку, обязательно проверяйте, чтобы этот режим был у вас в зарядке, иначе вы не сможете заряжать их на полную. Кроме того, никель-карми и свинцовые аккумуляторы пригодятся, когда вы, например, хотите зарядить какие-то аккумуляторы из аппаратуры обычные, либо подзарядить аккумуляторы для автомобиля. Эти зарядки все это умеют. Кроме того, небольшое дополнение, исходя из второй части этого видеоролика, где мы разговаривали про внутреннее сопротивление. Опять же, большинство зарядок это уже умеет, особенно современные, старые зарядки, в некоторых это отсутствие, но мне кажется, это один из самых важных элементов. Это очень важная функция, когда вы хотите контролировать состояние аккумулятора с течением какого-то времени. Вот здесь, например, отдельный пункт есть для этого, который позволяет нам узнать, каково же внутреннее сопротивление ячеек в данный момент. Смотрите, 16, 16, 19, 15. Я буду постоянно контролировать это самое сопротивление, и тем самым буду знать, в каком состоянии находятся мои аккумуляторы по сравнению с прошлым месяцем, с прошлым годом или по сравнению с прошлым разом. Давайте посмотрим, как заряжаются в целом аккумуляторы. Смотрите, у нас есть вот такая вот штучка. Вот здесь давайте обозначим ток, а вот здесь нам обозначим напряжение, с которым зарядка работает. Как только вы стартуете, у вас низкое напряжение, батарея разряжена, правильно? И начиная вот отсюда, потихонечку ток начинает подниматься. Поднимается, и как только зарядка проверила, что это тот самый аккумулятор, который вы выбрали, например, если вы выбрали 4С, то это точно 4С, зарядка потихонечку набирает ток. Поднимая ток до того момента, где вы выставили, например, вот здесь у нас выставлен ток, она поднимает его, и после этого замедляется. И, например, вот на этом токе она заряжает весь аккумулятор. Напряжение потихонечку поднимается, поднимается, то есть близится зарядка к концу, здесь у нас, скажем, 4,2 на банку. Но суть в том, что если вы дойдете вот отсюда, с таким током, и после этого отрубите, то напряжение не будет держаться здесь, оно опять упадет вниз. А нам этого не нужно, нам нужно, чтобы аккумулятор зарядился полностью, соответственно, нам нужно плавно довести ток до нуля, когда аккумулятор уже не будет обратно просаживаться. Не прибегая к переразаряду аккумулятора, вы можете зарядить, конечно, хорошим током до конца, но тогда у нас напряжение на ячейках будет разное. Поэтому аккумулятор ближе к концу начинает заряжаться более низким током, и потихонечку у нас опускается ток, и в конце, перед самым концом, когда у нас уже остаются вот доли до 4,2 вольт, у нас ток вообще просто минимальный, там 0,1-0,2 ампера, и потом отрубается. Вот в этот момент зарядка в основном занята балансировкой, смотрит как, что, что все ячейки пришли и на 4,2, а не одна на 4,19, другая на 4,21 и так далее. Теперь посмотрим, какие есть режимы у зарядки. У нас есть режим Charge, Balance, Fast Charge, Storage и Discharge. Ну, Discharge, это понятное дело, это у нас разряд аккумулятора в 0, мало ли что, возможно, вам нужно прогнать аккумулятор туда-сюда, посмотреть, сколько он заряжается, сколько он разряжается, по времени, посмотреть, какую емкость он имеет и так далее. Также есть режим Storage, для того, чтобы хранить аккумулятор, но сейчас я расскажу чуть подробнее об этом. Есть Charge, Balance и Fast Charge. Чем они от всего отличаются? Смотрите, Charge, это режим, когда вы подключаете аккумулятор просто вот сюда, без балансированного разъема. На всех аккумуляторах есть вот такой балансированный разъем, да, убитый аккумулятор, и есть балансированный разъем, который подключен к каждой ячейке по отдельности. И он выдает напряжение каждой отдельной ячейке, то есть, когда вы подключаете вот это вот, аккумулятор виден ему как один целый, а когда вот это вы подключаете, он видит аккумулятор как сборку из нескольких ячейк, может отдельно каждую ячейку заряжать или разряжать. Режим Charge позволяет вам чисто заряжать аккумулятор вот через этот разъем, быстро, без каких-либо проблем. Зарядка происходит следующим образом. Если вы выбираете трес аккумулятора и умножаете это все дело на 4,2 В, получается это у нас 12,6 В, общее напряжение батареи. И он будет заряжать вот эту батарею через вот этот разъем до 12,6 В. Это в принципе нормально, если у вас все ячейки идеально подобраны, если они прям идеально сбалансированы между собой, имеют одинаковое напряжение на старте, одинаковую емкость и так далее. Но в реальности такого не бывает. Поэтому, когда вы заканчиваете, у вас одна ячейка, например, 4,3 В, другая 4,1 В и одна еще 4,2 В. Соединив эти все ячейки в сумму, мы получим 12,6 В. Но это не значит, что ячейки равномерно заряжены. Эта ячейка перезаряжена, эта недозаряжена, с этой все вроде в порядке и так далее. Не используйте режим Charge для простой зарядки аккумуляторов. Charge используется для зарядки, когда у вас один из аккумуляторов. То есть, если вы подключаете аккумулятор, который состоит из одной всего лишь ячейки, и там балансировочного разъема нет. А для домашних, всяких маленьких, супер мелких, или для мелких самолетов, шоки, где у вас один аккумулятор из один S ячейки состоит, вот там без проблем подключаете. Там ничего балансировать не надо. Режим Balance и Fast Charge, насколько я понимаю, достаточно похожи друг на друга, но отличаются несколькими отличиями. Вообще, у разных зарядок они отличаются своей работой, но я расскажу в целом, как это происходит. Вот у нас обычная балансировка. Балансировка происходит, в принципе, как я и сказал, сначала он сток поднимается вверх до какого-то значения, которое вы задарили, который может выдать зарядка, потом держится здесь, потом плавно опускается, и вот здесь начинается различие. Fast Charge не ждет, пока у вас ток опустится до самого минимального значения. Fast Charge ждет, например, пока ток опустится лишь до половины значения тока, которое вы задарили в начале, когда напряжение поднялось почти до максимального, и ток упал в половину, он отключит зарядку. То есть он в целом доведет ток до середины, приблизительно вот до сюда, потом побалансирует немножко напряжение до куда-нибудь, и откинули. А вы окончили заряд на достаточно высоком токе. А по времени это заняло чуть-чуть меньше. По времени это заняло чуть меньше. В основном в таких случаях напряжение ячеек, в принципе, остается 4,2 в районе того, но может быть такие, например, 4,16, 4,17, 4,19, например. В целом ячейки все будут недозаряженные прям до упора, прям до горлышка, но в целом вы быстро наполнили. Это точно так же, как бутылка. Вы поставляете бутылку к быстрому большому крану, бутылка вроде как быстро заполнилась, но она заполнилась не до краев. В то же время, например, баланс режим доводит ток просто до минимального, там 100 ампер. Некоторые зарядки вообще там чуть-чуть не до 20 миллиампер доводят ток и ждет до самого конца балансирует ячейки, пока они все не будут идеально ровные. И в таком случае у вас все напряжения будут 4,2 вольта и плюс-минус там 0,1, 0,01 в зависимости от калибровки вашего мультиметра, которым вы проверяете, это будет и зарядки. Такая зарядка занимает по времени чуть дольше. Но сколько дольше? Совсем немного. В целом, если аккумулятор заряжается примерно час, разница они между ними может быть 5-10 минут. То есть смысла особого использовать именно fast charge нету, поскольку вы таким образом, во-первых, ставите ячейки, не в равные условия, когда вы будете использовать их под нагрузкой, они могут по-разному разряжаться, поскольку одна была чуть более заряжена, чем другая. Ну и с другой стороны, вот это время, которое вы сэкономите, на самом деле оно практически никакой роли не играет. Эти пару минут дополнительных, они на самом деле без разницы. Теперь поговорим про режим storage. Теперь поговорим про режим storage, который есть во всех зарядках. Это обязательно очень нужный режим. Предположим, у вас такая ситуация. Вы приехали на политушке, принесли с собой 5 аккумуляторов, но отлетали только 3 от них. Потом вы ехали домой и в следующий раз поедете только через 2 недели, например, отлетать. И все бы хорошо, но когда аккумулятор заряжен, напряжение очень высокое внутри получается аккумулятора, и это портит потихонечку химию. Насколько портят специалисты, им приводят разные значения, но в целом при нормальной комнатной температуре, через год от аккумулятора вы потеряете 15-20% емкости, если будете хранить его в заряженном состоянии. Если вы будете хранить его в напряжении 3,8, от 3,6 до 3,8 вольт на банку, то есть это приблизительно 60% заряда, такой аккумулятор потеряет буквально несколько процентов, 3-5%, по-моему, такие там значения были. Поэтому именно для этого нужен режим storage. Вы приехали, подсоединили аккумуляторы, разрядили их слегка до того напряжения, которое нужно, и положили на полку, а тогда они не будут сильно стареть. Вы еще немножко можете улучшить ситуацию, если будете хранить батарейки в холодном каком-то месте, например, в холодильнике. При таких низких температурах потери химических свойств еще снижаются. Химическая реакция внутри замедляется, и вы теряете еще меньше. В таком виде батарейки лежат, например, на складах, где достаточно прохладно, и такие аккумуляторы живут по пару лет и так далее. По поводу разогрева аккумуляторов, то есть первая прокачка, когда вы только получили новенький свеженький аккумулятор, что с ним стоит сделать? Я вообще считаю так, что можно сделать, но если вам не ломает, если вам не лень, если вам лень, то можно и не делать. Некоторые производители кладут замедлитель реакции ингибиторы в электролит, который находится внутри аккумулятора. В связи с этим, некоторых производителей аккумуляторы необходимо раскачать. Как это делать? Вам нужно подключить его к зарядке. Один раз зарядить, 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 разрядить. Так процедуру циклическую провести один-два раза, в целом два-три цикла аккумулятору достаточно, чтобы он вышел на свою емкость, чтобы эти ингибиторы растворились, разрушились. А связано это с тем, что производители хотят, чтобы их ячейки хранились дольше на складах, когда их никто не использует. Поэтому вот это так взяло. Но это есть, опять же, не у всех производителей. И какую химию они используют в данном случае, никто сказать не может. Я советую, действительно, если вам не лень, если вам не ломают, возьмите аккумулятор, поставьте на зарядку, проведите пару циклов в заряды-разряда, заодно посмотрите, сколько у него емкость настоящая и так далее. В популярных нынчезарядках ISDT меню немножко отличается. Почему в этих зарядках теперь есть режимы только Charge, Discharge и Storage? Вообще, эта зарядка не предполагает зарядку без балансира. Она будет каждый раз ругаться. Но вы можете это, в принципе, обойти, нажав Yes, зарядка все-таки пойдет. Но в целом зарядка подразумевает, что вы будете подключать балансировочный разъем каждый раз. Поэтому даже режим Charge обычно подразумевает правильную балансировку. Теперь, почему у нас с вами...